Они заселили планету гораздо раньше человека, но о том, что сам человек буквально состоит из них, стало очевидно лишь в 20 веке. И только совсем недавно, ближе к 2010 году, масштабное американское исследование показало, что они способны образовать внутри нас полноценный самостоятельно функционирующий орган и называется он микробиота. В нашей стране буквально в конце 2021 открыли центр по изучению микробиома. В ближайшие полчаса микробиом попробуем изучить и мы. Это проект «Ноукомани». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Экосистема со своим коллективным геномом. Как отличить микробиом от микробиоты? Чья цепочка длиннее? Генетические хитросплетения мельчайших жителей человеческого организма. И как изучают микробактерии ученые нового центра Академии наук узнаем совсем скоро. Антонио Иваново Ливенгук в середине 17 века изобрел микроскоп. Научную общественность потряс тот факт, что в одной капле воды огромное количество микроскопических организмов. Можно только догадываться, насколько были поражены исследователи, когда осознали, что наш организм заселяет в среднем 2 килограмма микробактерий. Факты и только факты в нашем следующем материале. Отец микробиологии и создатель микроскопа Иван Ливенгук в 17 веке впервые смог рассмотреть и описать бактерии полости рта. В 1828 году ученый Кристиан Эренберг вводит сам термин «бактерия». Тогда он занимался изучением кишечной палочки, видом бактерий без спор. В 19 веке исследователям стало ясно, что бактерии играют важную роль в здоровье и состоянии человека, но полноценно изучать микробиоту стало возможным только после открытия технологии секвенирования генов Фредериком Сенгером. Микробиолог Карл Гзем разделил все микроорганизмы на археи, бактерии и эукариоты. Этой классификацией пользуются и сейчас. У эукариотов есть ядро, у бактерий нет. Археи – это простые одноклеточные микроорганизмы, которые живут в экстремальных условиях – в гейзерах, на дне морей и океанов. Бактерии живут в самых разных средах. Контактируем мы с ними гораздо чаще, чем с археями, потому что отличаются они друг от друга рядом функций. Например, бактерии могут разрывать молекулы углеводов и производить жирные кислоты, а археи – нет. В конце 2021 года белорусские генетики объявили о создании целого Центра по изучению микробиома. Кому, зачем и почему это понадобилось, будем разбираться сегодня с руководителем Центра. Елена Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Елена Петровна Михаленко – руководитель Республиканского Центра изучения микробиома Института генетики и цитологии Национальной Академии наук Беларуси, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологии Института генетики и цитологии Национальной Академии наук Беларуси, кандидат биологических наук. Елена Петровна, центр открыли совсем недавно. Почему именно сейчас решено было открыть целый центр и изучать там микробиом? Центр был открыт в декабре 2021 года. Решение об открытии этого центра было принято председателем Академии наук Беларуси Гусаковым Владимиром Григорьевичем, потому что исследований по микробиому в Республике Беларусь увеличилось количество. Эта тема довольно актуальна, довольно перспективна. Почему Институт генетики? Потому что в Институте генетики есть вся линейка оборудования, которая позволяет делать такие исследования. Исследования микробиомы сейчас фокусированы на изучении генетической характеристики нашей микробиоты. Это центр у нас республиканский. Изучением микробиома занимаются различные учреждения, которые могут пользоваться нашей научной базой. То есть это наиболее эффективно, наиболее продуктивно. Не нужно, чтобы дорогостоящие приборы были в каждом учреждении. Достаточно несколько приборов на Республику Беларусь для того, чтобы эти исследования получили свой масштаб и, в общем-то, приносили пользу нашим людям. Елена Петровна, вы уже, отвечая даже на первый вопрос, сказали микробиом и микробиота. Вот давайте в терминологии разберемся. Был придуман термин микробиота. То есть это совокупность микроорганизмов, которые населяют какой-то определенный организм, либо определенную экологическую нишу. А микробиом – это уже понятие о совокупности генов этих всех микроорганизмов. То есть когда мы говорим слово «микробиом», то мы фактически понимаем совокупность генетической информации, микробиоты. Если мы говорим про человека, то сейчас многие рассматривают микробиом как отдельный орган человека, потому что, в общем-то, они там есть своя функция, свои задачи, не менее важны, чем у всех остальных наших органов с вами. Давайте поговорим про конкретное исследование микробиома, да, вообще как это происходит и самое главное для чего. Классические исследования – это обычный пассив. Вот когда вы ложитесь в больницу, говорят, сделаем пассив на микрофлору. Вот она так, в общем-то, до сих пор и осталась. Это выражение определяют состав микробиоты таким образом. С развитием новых технологий, с развитием генетики середины 20 века появилось такое направление, как ПЦР-анализ, когда можно отдельные микроорганизмы по отдельным его структурным элементам наработать определенный продукт и сказать, что да, этот микроорганизм присутствует в какой-то биологической жидкости либо в какой-то биологической среде. С начала 21 века появились новые технологии, которые позволяют сделать этот анализ одномоментно на все возможные микроорганизмы. Называемый секвенирование 16С. То есть у каждой бактерии есть определенный фрагмент, который уникален для этой бактерии. По этим фрагментам можно определить вид штамма микроорганизма. То есть вот эта совокупность, мы анализируем ее сразу, потом в работу вступают информатики, биоинформатики, которые уже раскладывают это все по полочкам и говорят, что здесь такой-то процент у таких-то микроорганизмов, такой процент у таких-то микроорганизмов. Это позволяет выявить одномоментно и как вот эти аэробные, которые растут в присутствии кислорода, так и аэробные бактерии, которые практически невозможно уловить, если мы говорим про обычный посев на культуру. То есть познакомились со многими, с появлением новых технологий? Да, познакомились. Каждый год, наверное, приходят сообщения о том, что открыли опять какую-то там либо бактерию, либо штамм бактерии, либо выявили там наличие бактерии в желудочно-кишечном тракте, там полости рта, которые раньше, в общем-то, в принципе, даже не предполагали, что такой штамм бактерии, либо вид бактерии может там и быть. Может, их товарошей не было? Нет, они, может быть, и были, просто мы с вами их не видели. Лена Терровна, мне кажется, что пришло время отправиться в ваш центр и посмотреть, как же это все работает. Мои коллеги уже там побывали. Давайте смотреть сюжет. Этот прибор, по сути, флуоресцентный микроскоп. Стоит несколько сотен тысяч долларов, но благодаря ему удается получать столько генетического материала, в том числе и микроорганизмов, что это с лихвой перекрывает все затраты. Чтобы представлять 150 гигабайт текста, это вот один запуск, выход информации до 150 гигабайт. Это очень большой объем информации, и вручную, конечно, его анализировать невозможно абсолютно. Поэтому у нас есть отдел биоинформатики, который занимается вот работой с этими большими объемами данных, потому что, конечно, они нуждаются в дальнейшем анализе и интерпретации. Он общеинститутский, то есть в этот отдел обращаются со всех наших лабораторий. И вот в этой комнате тоже сюда приходят, чтобы работать на этих приборах, из всех наших лабораторий практически. Как я уже сказал, на них можно анализировать ДНК из любых источников, будь то растения, будь то животные, будь то человек или микроорганизмы. Поэтому всем нужен этот анализ. Несмотря на всю сложность выполняемых задач, работает оборудование достаточно просто. На них попадает образец ДНК в виде мелко нарезанных таких фрагментов ДНК. То есть если геном, например, несколько миллиардов пар нуклеотидов, то предварительно при подготовке библиотеки он нарезается на фрагменты по 300 пар нуклеотидов. Весь геном, как мозаика, нарезается на такие кусочки. Эти фрагменты потом прикрепляются в этих канальцах к подложке. И затем добавляются специальные меченые нуклеотиды, аденин, гуанин, цитозин, тимин. И прочитывается последовательность вот этих коротеньких фрагментов. А уже программное обеспечение эти коротенькие фрагменты складывает в общий длинный геном. Это позволяет детально изучать растения, микроорганизмы и, естественно, генный материал человека. Наш Центр по изучению микробиома, он занимается такой смежной дисциплиной. Это изучение микробиомов, то есть изучение совокупности микроорганизмов, в том числе и микробиома внутренней среды человека. Совокупность микроорганизмов, которые находятся в кишечнике. Зачем изучать вообще эти вопросы? Потому что последние открытия, последние данные показывают и говорят о том, что состав микробиома, то есть состав микроорганизмов, обитающих во внутренней среде человека, они оказывают влияние на самочувствие человека, на иммунитет человека, на общее состояние здоровья. Работают в Центре почти 20 человек и делятся они на рабочие группы. Одна из разработок Центра уже используется в сельском хозяйстве. Ранее нами была изучена сортовая изменчивость коллекционных образцов томата на обработку ризосферными бактериями. По итогу были выделены и получены три гибрида для открытого грунта, которые зарегистрированы в государственном реестре сортов. И они успешно прошли проверку и на данный момент пользуются успехом у фермеров. Потому что там у нас выращиваются растения не по технологии общепринятой, а с применением бактериологических препаратов. Эта работа имеет и практический интерес для всей страны, поскольку увеличивает урожай культур до 150-200%. Это имеет большой потенциал в дальнейшем, потому что уже при переходе к экологическому землепользованию нам не придется отказаться от интенсивного использования минеральных удобрений и искать альтернативные пути источников питания для растений. Данный проект уже завершен, а в дальнейших планах у ученых изучение микробиома почвы. В рамках этого проекта мы успешно использовали материал бактериологический препарат Института микробиологии, это Санкт-Петербург. Кроме того, мы активно используем материал в белорусской сельскохозяйственной оказываниями горки. И вообще мы как источники коллекционных породцов мы обращались неоднократно в Калифорнийский центр биоресурсов томата. Это Наукомания, сегодня исследуем микроорганизмы и смотрите далее. Бактерии и здоровье, как и почему мы зависим от микроорганизмов. Витамины, вода и сахар – самая полезная пища для микробиома новорожденного. И для развития каких отраслей и сфер важны результаты исследований ученых Центра микробиома Академии наук Беларуси расскажем уже совсем скоро. Для тех, кто только что к нам присоединился, рассказываю. Это Наукомания. Сегодня изучаем микроорганизмы, которые живут внутри нас и не только. И помогает нам в этом руководитель Центра микробиома Академии наук Беларуси. Лена Петровна, работа ученых сконцентрирована только на микробиоте человеческой истории или же не только? Нет, конечно. То есть Центр подразумевает исследование микробиома не только у человека. Это и животное, это и микробиомный состав почвы, как для нужд сельского хозяйства, так и для определенных криминалистических задач. Вот этот Центр, он и позволяет работать нескольким учреждениям одновременно над одной и той же проблемой. Мы теперь пришли с вами в эпоху мультидисциплинарных наук, когда невозможно одному специалисту узнать и выполнить это исследование довольно полно и получить какие-то результаты, поэтому привлекаются абсолютно разные учреждения. Почему Академия наук? Потому что научный центр Республики Беларусь, поэтому этот Центр и здесь у нас. Хорошо. Ну вот с человеком все понятно. Мы узнали, что там живет, что мешает, чего не хватает, например, что вредит. Ну это я так образно, да, очень-очень-очень просто утрировано. А вот с почвой, например, или вы сказали, даже есть направление для криминалистики. Вот здесь расскажите, ну для чего это все? Ну вот исследуем мы почву, вот какие там микроорганизмы. То есть мы таким образом, я правильно понимаю, пытаемся выяснить, чего этой почве не хватает, чтобы она давала хороший урожай? Да. Растительно-микробное сообщество, микроорганизмы, они же не только вредители, да. То есть если мы говорим про прошлые века, то априори считалось, что микроорганизмы, то есть если мы нашли какую-то бактерию, то, значит, надо с ней срочно бороться, нельзя допустить вообще, чтобы она тут рядом с нами была. Вот, потом оказалось все значительно проще, что мы без бактерий жить не можем, и многие бактерии, они, в общем-то, источники довольно-таки нужных и полезных соединений. И точно так же, как для человека, так и для растений. То есть и гормоны, и низкомолекулярные соединения, которые нужны растению, вырабатываются микроорганизмами. Поэтому если почва будет бедна микроорганизмами определенными, то, как бы мы с вами не старались, мы получим с вами хорошего урожая. Либо растение может болеть просто-напросто, да, то есть если не будут антагонистов каких-то определенных бактерий, либо, наоборот, почва будет заселена действительно близнотворными микроорганизмами. Поэтому вот эти исследования проводятся, как и в Беларуси, так и в Российской Федерации, и за границей, то есть теперь это как бы уже рутинный метод. Я вас еще обязательно спрошу про криминалистику, потому что это тоже очень интересно. Но прямо сейчас предлагаю опять прерваться. Давайте посмотрим сюжет о том, что наш организм, конечно, чрезвычайно умен и адаптивен, но лучше его терпения все же не испытывать. Систему продолжат наши корреспонденты. Формирование нашего микробиома начинается еще в утробе матери, хотя не так давно считалось, что эмбрион стерилен. А основное заселение микроорганизмами человека происходит в момент его появления на свет и в первые часы после рождения. На этот процесс влияют ряд факторов. Ну, во-первых, способы родоразрешения. Ребенок, который рождается через естественные родовые пути, в процессе родов получает нормальную микрофлору родовых путей и кишечника матери и заселяется нормальной микрофлорой. Дети, рожденные путем кесарево сечения, лишены такой возможности. У них основная микрофлора – это микрофлора кожи матери и кожи персонала, принимавшего роды. Поэтому так важно, советуют специалисты, после рождения ребенка осуществить так называемый контакт кожи к коже матери и малыша. По сути, просто приложить новорожденного к материнскому телу. Иначе произойдет заселение микрофлорой не материнской, а персонала и окружающей среды. Также на формировании микробиома большое значение оказывает вскармливание новорожденных деток. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, сразу получают полезные микробы – бифидумбактерии, лактобактерии. Кроме того, в грудном молоке содержатся вещества, которые подавляют размножение патогена микрофлора и способствуют размножению хорошей, здоровой микрофлоры ребеночка. А дети, которые первые месяцы жизни питаются молочной смесью, лишены такой возможности. Поэтому заселение нормальной микрофлоры кишечника у них происходит дольше, и проблемы не исключены. На формирование также микрофлоры кишечника у новорожденных влияют различные назначения лечения в период новорожденности. Все антибактериальные препараты, которые получает ребенок, они, конечно, замедляют созревание кишечника, замедляют формирование нормальной микрофлоры. Первичная микрофлора формируется, как я уже сказала, в процессе родов, и в дальнейшем она формируется и приближается в составу микрофлоры кишечника взрослого ближе к году. И дальше уже на нее влияют и введения прикорма, и факторы окружающей среды. Но, становясь взрослыми, мы с большего сами решаем, каким быть нашему микробиому. Поэтому наша задача – кормить свой организм полезными продуктами. Большим количеством клетчатки, фруктами, овощами, ягодами, кисломолочными и ферментированными продуктами. Желательно исключить сахара, глюкозный сироп, выпечку, конфеты. Зато добавить чистую воду на состояние желудочно-кишечного тракта также влияет нормальный сон и отсутствие длительного стресса. О криминалистике. Расскажите, вот здесь, исследование микробиома. Какой результат, для чего это делается? Помогаем таким образом устанавливать личность преступника? Или выясняем, каких бактерий у него в организме не хватает? В криминалистике это новое направление. Это направление 21 века. Эти исследования у нас планируются только в Беларуси. Надеюсь, что они начнутся либо в этом году, либо в следующем году в рамках выполнения программы союзного государства. Совместно с нашими коллегами Российской Федерации. В общем-то, это направление, которое интересует наших криминалистов, в первую очередь, для того, чтобы определить место преступления, либо было совершено преступление на машине, на обуви, на колесах машины. Остаются следы почвы. И по следам этой почвы мы можем сказать, был ли там этот человек на месте преступления, либо не был этого человека на месте преступления. Это такая серьезная работа, направление криминалистическое в ближайшей перспективе. По каким еще направлениям будете работать? Сейчас направление, которое мы, вот, все исследования у нас фокусированы, это на взаимодействии микробиома и генома хозяина. Хотелось бы понять вот это вот взаимодействие этих двух систем, которые друг с другом связаны, как они друг на друга влияют, и как можно уйти, мизировать последствия отрицательные. Наиболее, наверное, такой широко известный пример вот этого взаимодействия – это лактозная недостаточность, когда мы с вами вырабатываем сами фермент лактаза, который позволяет расчеплять лактозу, белок, молока, так и микроорганизмы, которые населяют наш желудочно-кишечный тракт, помогают, в общем-то, справляться с этим белком. То есть он является пищей для многих наших бактерий. И считается, что как генетический пальморфизм самого человека может приводить к непереносимости молока, так и бедный наш состав микробиоты, то есть изменённый, приводит к этой недостаточности. То есть им как бы вот так вот, конечно, помогает сам себе, получается. Мы чаще всего видим это у маленьких детей, там, с шести месяцев, года, когда у них вот идёт расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, это вот именно незрелость микробиомного состава. Не какие-то генетические предрасположенности, а именно незрелость микробиомного состава. То есть если это не проходит к двум годам, то тогда уже можно говорить о каких-то генетических особенностях самого человека. Тогда нужно уже смотреть его генетику. И точно так же после шестидесяти лет, когда уже меняется наш с вами состав микробиоты желудочно-кишечного тракта, Диетологи, гастроэнтерологи советуют людям ограничить потребление цельного молока, потому что организм, опять же, не справляется с белком молока. То есть вот это вот направление, то есть взаимодействие генома и микробиома. Следующее направление – сфокусированные направления на исследованиях, которые будут внедряться в клиническую практику, в медицинскую практику. Очень часто среди детского населения есть недифференцированные колиты, то есть это заболевание желудочно-кишечного тракта, когда в течение определенного времени не могут поставить определенный диагноз ребенку. Опасность этого состояния в том, что в стуле такого ребенка обнаруживается кровь. И, к сожалению, очень часто мы не можем определить причину этого заболевания. Эта причина может быть как генетическая со стороны особенностей генетики самого человека, так и в результате нарушения микробиома этого человека. То есть там присоединяются какие-то определенные патогенные микроорганизмы, которые обычными рутинными методами не позволяют найти этот микроорганизм. Вот мы разрабатываем такую технологию, которая может быть использована быстро, рутинно в медицинской практике. Это вот исследования этого года и последующих двух, которые будут внедрены в практику детских учреждений Республики Беларусь. И одно из таких направлений, вот вы спрашивали, только ли человеком мы занимаемся. В наш институт обратились сотрудники Института общей генетики Российской Федерации, это город Москва. Их интересует проблема микробиома пчелы. В нашем институте есть лаборатория, которая занимается исследованиями генетики пчел. Одной из проблем, которые сталкиваются владельцы пчел, это пчелы погибают, болеют, особенно когда закупают новую пчелиную семью. Пчела попадает в другие условия, начинают болеть. И, значит, нужно найти причину, почему такое случается, и вот такая задумка посмотреть микробиом пчелы с иммунной системой. То есть понятно, что микробиом участвует в формировании иммунной системы, макроорганизма, организма хозяина. И каким образом изменяется микробиом пчелы, если она попадает в разные условия климатические, и как это влияет на состояние иммунной системы этих пчел. Вот такое исследование, я так понимаю, что это исследование будет с следующего года начинаться. То есть, в общем-то, планы такие. Результаты, они видны, они внедряются и они применяются во многих сферах нашей жизни. Это, мне кажется, самое главное для ученого. Елена Петровна, спасибо вам огромное, что нашли время. Я знаю, что рабочий график плотный и пришли к нам, а мы не прощаемся. В нашей программе пришло время традиционного научного дайджеста. Как вы уже могли догадаться, он тоже будет о микробиоме человека. Микробактерии устилают кожу лица целым слоем. Именно они и формируют условия для функционирования кожи. Все потому, что микроорганизмы являются частью нашей гидролипидной мантии и участвуют в антиоксидантной защите клеток. А бактерии, потребляя кожное сало, создают среду и определяют PH кожи. Если эти процессы хорошо налажены, то кожа выглядит прекрасно и сохраняет свое здоровье, не давая патогенам нарушить баланс. Еще микробиота влияет на наше настроение. Она отчасти регулирует выработку гормона окситоцина, который признан гормоном счастья и любви. Окситоцин находится и в коже, поэтому многие бьюти-производители стали создавать эмоциональную косметику. Ту, которая как бы подкармливает бактерии полезными компонентами. Пребиотики лечат депрессию. К такому выводу пришли американские ученые. Долгие годы они следили за крысами, которых подкармливали лактобактериями. В итоге у грызунов уходила тревога, а также постепенно исчезали признаки депрессивных состояний. Продолжение следует...